На базе специализованного лицея при Университете гражданской обороны МНС завершился Кубок Республики Беларусь по пожарно-вратовальным спорте. В споборнестве приняли удел каляста супрацовников ведомства из всех областных центров и столицы. Наш корреспондент Ганна Коральчук сочила за финалом. Кубок Республики Беларусь по пожарно-вратовальным спорте это заключенный этап споборненского сезона у Министерства по надзвычайных ситуациях. Три дни и четыре виды конкурсных выпробований. Переодоление стометровой полосы с пирожкодами и подхватом спортивных рукавов. Уздым на четвертый поверх в учебной веже с допомогой штурмовой лесвицы. Двоеборье. И самое видовищное – боевое разгортвание. Коли спортсмены с допомогой мотопомпы забирают воду с бака и заливают мишени на отлеглости 95 метров. От слаженности каждого спортсмена зависит общий результат. Мы все видели, что за 23 секунды необходимо продемонстрировать настолько навык и слаженность подготовки во всех элементах, которые присутствуют в боевой работе, что это моделирующая ситуация пожара, которую мы не хотели бы видеть в реальности, но мы к ней готовы. Что хочу сказать про пожарно-спасательный спорт. Мы 80 лет, и мы в прошлом году исполнились. И это, естественно, непосредственная работа спасателя пожарного. У Кубку примали удел 8 команд. По 10 лепших супрацовников от областных управлений у города Минска, а так само университета громадянской обороны МНС. Поза конкурсом так само выступили мужчинская и женочая сборная Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. Для их это стало своей особливой тренировкой. Перед чемпионатом света, который пройдет, уверенность не в Словакии. До речи, как мужчинская, так и женочая сборная нашей краины уже займали первое место на этом престижном международном споборнецве. Состав команды – это 10 человек. 10 девушек с разных уголков нашей республики. Свочаются воедино, становятся одной командой. Несмотря на то, что на республиканских стартах мы выступаем каждый сам за себя и за свое управление, то есть нас объединяет общая цель, когда мы выступаем за сборную. Девушки ничем не хуже мужчин. Мы ничем не отличаемся. Мы можем побороться в таких же видах, как и они. Подчас урадчистой церемонии закрытя у знахорода отримали не только удельники с поборництва. На мероприемство запросили ветерану, яким уручили памятные нагрудные знаки и медали. А кроме того, одному из удельников, Даниилу Ламейко, было присвоено званием майстра пожарно-вертовального спорта. По выниках команд Газалику, бронзу на Кубке Республики отримала команда Витсибской области. Сребра – команда Минского областного управления МНС. Золотые медали и первая приступка пьедысталу у спортсмена Узгродна. Сборная Беларусь – одна из сильнейших в мире. И отрадно отметить, что у нас предоставлена такая возможность, в которой нет ни одной из стран, закрепить свой результат. И трижды стать чемпионами мира подряд. Это прекрасно, что такая возможность есть. И я верю в то, что наши ребята совершат этот достаточно серьезный шаг. По результатам мы видим, что сборная готова к этому. Ганна Коральчук, Василий Осипцов, телерадио «Гомель». Субтитры создавал DimaTorzok